Продолжение следует... 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 начальную школу достичь результатов стандарта планируемых. А вот в основной, средней и старшей школе это оценка внешняя, это государственная итоговая аттестация и это единый государственный экзамен. Для тех, кто уже ознакомился с проектом стандарта для старшей школы, вы знаете, что сейчас пытаются сделать, по крайней мере, соответственно, с этим проектом, ЕГЭ по иностранным языкам пытаются сделать обязательным. И вне зависимости от того, считаем ли мы это полезным шагом, или сомневаемся в своих силах и возможностях по поводу подготовки всех абсолютно учеников к ЕГЭ, как к обязательной для всех форме итоговой аттестации по иностранным языкам, и что все дети будут сдавать, тем не менее, эта аттестация позволит как раз и проверить, насколько мы смогли достичь метапредметных и предметных результатов. И личностные, и метапредметные, и предметные результаты достигаются в ходе урочной и внеурочной деятельности учащихся. А теперь я предлагаю нам с вами более подробно посмотреть на примеры личностных результатов, на примеры результатов метапредметных и предметных, и на то, какими, собственно, действиями и на уроке, и во внеурочной деятельности мы могли бы этих результатов достигать. Что мы можем запланировать, что мы можем отразить в рабочей программе, и что мы, собственно, можем сделать. Я выписал для вас примеры наиболее существенных личностных результатов. Полный список гораздо больше, конечно же. Вы его можете найти в стандартах и для начальной школы, и для основной старшей школы, и в проекте стандарта, который сейчас находится на стадии утверждения для старшей школы. Давайте посмотрим на то, что находится у нас в стандартах. Во-первых, это когнитивное развитие ребенка. Что такое когнитивное развитие? Это развитие познавательной сферы. Сюда входит развитие памяти, внимания, развитие умения адаптироваться, соответственно, в учебной обстановке. То есть это очень-очень большая сфера способностей. Развитие личностных качеств, таких как доброжелательность, толерантность, любознательность, патриотизм, формирование основ гражданской идентичности. И я думаю, вы согласитесь, что все эти качества на самом деле лежат в основе межкультурной коммуникации. Потому что межкультурная коммуникация успешной будет тогда и только тогда, когда с одной стороны мы открыты к нашим собеседникам, мы понимаем их позицию, но в то же время мы говорим с позиции своей, мы готовы искать компромисс. Мы готовы уметь объяснить то, что мы думаем. Мы готовы понять собеседника. Но у каждой стороны есть свое мнение и в то же время есть готовность общаться. И вот такие личностные качества необходимо развивать, и стандарт нам с вами об этом говорит. Далее. О владении навыками адаптации к динамично развивающемуся миру. Очень важное качество хотя бы вот по какой причине. Если вы вспомните, какой была ситуация лет 10 назад, перед тем, как принимали стандарт 2003 года, по которому мы с вами работали, то вы наверняка помните, компьютеры не были так широко распространены. Не было таких сотовых телефонов, которые по сути являются мини-компьютерами. Реальность была совсем-совсем другой. Не было доступа к информационным ресурсам. Сейчас очень многое изменилось в нашей жизни, и соответственно нам с вами приходится перестраивать те приемы и методы, которые мы используем. Нам приходится адаптироваться, а вместе с тем и дети меняются. Психологи заметили очень интересные моменты. Меняется то, как дети воспринимают мир. Само появление экранов мультисенсорных привело к тому, что дети уже привыкли, что в ответ на какое-то мелкое движение рукой что-то начинает меняться. И психологи уже описывают такие случаи. Ребенок, например, совсем маленький, сидит на подоконнике и водит пальчиками по окну. И очень удивляется, что за окном ничего не происходит в ответ на его действия. Казалось бы, какие здесь импликации для нас с вами в плане обучения английскому языку? А очень простые. Выросла доступность информации. Детям не обязательно открывать большой толстый словарь. В телефоне есть доступ в интернет, можно легко найти. Нам с вами легко найти почти любые тексты, почти любые аудио и видеозаписи. То есть у нас огромное количество ресурсов, но проблема остается одна и та же. Время у нас конечное, все встроить невозможно, как нам организовать нашу работу, с учетом изменившихся качеств ребенка. С учетом того, что не обязательно детям стало запоминать большие массивы информации, а гораздо важнее стало уметь найти эту информацию. Как нам с вами поступать? Как помочь детям научиться адаптироваться к изменяющемуся миру? Об этом тоже говорит стандарт. Далее, еще один личностный результат, это развитие навыков сотрудничества со средствами и взрослыми. Как раз те самые информационные технологии во многом приводят к тому, что дети становятся гораздо более одинокими. Потому что общение в интернете, к сожалению, имеет свои правила. И они отличаются от правил социализации в коллективе, от правил социализации личной. И из-за того, что само общение изменилось, все больше оно становится виртуальным, все больше мы общаемся через смс, через интернет, как мы с вами сейчас, например. Правила социализации меняются, и детям необходимо помогать развивать навыки сотрудничества и со сверстниками, и со взрослыми, и так далее. Как я уже говорил, полный список личностных результатов вы можете найти в самих стандартах. Стандарты находятся на сайтах standard.idu.ru. Вы можете найти принятые утвержденные стандарты на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации по адресу mon.gov.ru Или, если говорить латиницей mon.gov.ru Там все стандарты находятся, вы их можете прочитать и выписать оттуда более подробные личностные результаты. А мы с вами давайте посмотрим на методику, на то, каким образом мы эти результаты можем закладывать в нашу свою программу и достигать. Я попытался составить для вас следующую таблицу. В левой колонке планируемый результат, а в правой колонке те виды деятельности, которые позволяют этих результатов достигать. Например, когнитивное развитие, что способствует ему на уроках английского языка. Такие виды деятельности, как отгадывание загадок, ребусов, выполнение заданий на сообразительность, развитие памяти и внимания. Формирование основ гражданской идентичности. Во-первых, что оно означает? Прежде всего то, что ребенок понимает. Он является гражданином определенной страны. Но кроме того, что он является гражданином определенной страны, у него есть малая родина. У него есть регион, в котором он живет. В этом регионе есть свои культурные традиции, свои исторические традиции, свое наследие, свои памятники и достопримечательности. Но основы гражданской идентичности не означают только знакомство с историей или со страноведением собственного региона. Это значит, что когда ребенок общается, он воспринимает себя как субъекта именно этого региона, этой страны. И он понимает, что регион часть большой страны, что страна Россия является частью мировой цивилизации. И каждая из стран внесла свой вклад в мировую цивилизацию, в том числе и Россия. За счет чего можно формировать основу гражданской идентичности? За счет знакомства с родной страной. За счет позиционирования себя как гражданина города, района и страны. Вы знаете, когда-то у нас же на форуме я прочитал такую вещь. Одна наша с вами коллега говорила, ну что это за безобразие? Почему на ЕГЭ просят от детей рассказать о выдающихся ученых России на английском языке? Что это за такое страноведение только на английском языке? Но ведь если мы с вами посмотрим на реальные ситуации общения, в которых мы оказываемся, стоит нам попасть за границу или стоит к нам кому-то приехать иностранным гостям? Мы ведь не рассказываем им о том, что у них в стране происходит. Мы же никому не говорим из англичан, что вы знаете, у вас есть королева, и она живет в Лукиненском дворце. И когда она во дворце, то флаг поднят, а когда она выезжает, то флаг приспускает. Вовсе нет. Мы как раз рассказываем о том, в честь кого названа улица, когда был город наш с вами основан, какие интересные места есть посмотреть. То есть вот это вот требование стандарта формирования основ гражданской идентичности с точки зрения методики превосходным образом отражает те самые реальные коммуникативные ситуации, те самые ситуации общения, в которые мы с вами и наши ученики попадаем, либо у них будет возможность попасть. Посмотрим дальше. Патриотизм. Каким образом можно развивать патриотизм? Это очень сложный вопрос, и вы помните, в свое время были классные часы, когда рассказывали о том, какая страна великая. И не всегда, к сожалению, это работает. Потому что, вы знаете, можно много говорить о том, что, например, наша страна лучше всех, но когда мы выходим на улицу, мы понимаем, что вот тут бумажка лежит, дворник не доработал, тут погода не очень хорошая, и где-то бывает более удобный климат, где-то бывают, может быть, более чистые улицы, а где-то бывает и гораздо более грязный и гораздо худший климат. Поэтому такой прием не работает. А вот что работает, это скорее сопоставление положительных особенностей родной страны и стран, изучаемого языка. Мы, с одной стороны, показываем то интересное, то красивое, что есть у нас, а с другой стороны, мы показываем детям интересные вещи из других стран, и мы говорим, посмотрите, как интересно жить. Посмотрите, какой перед вами открывается большой, красивый мир. И дорогой в этот мир как раз и является для нас с вами английский язык. Следующее качество. Толерантность и доброжелательность. За счет чего формируется? Прежде всего, за счет развития культурной и социокультурной осведомленности. Когда мы говорим «дети», вы знаете, культуры отличаются. То, что кажется для нас с вами естественным, может показаться не очень правильным, не очень удобным для носителей другой культуры. И наоборот. Мы объясняем постепенно особенности межкультурной коммуникации, что включает в себя и неречевое поведение, а не только речевые этикетные особенности, а также систему ценностей. Любознательность – это еще один результат, которого нам необходимо достигать. Каким образом можно развивать любознательность? С помощью того, что мы знакомы детей с аспектами жизни, которые представляют не только теоретический интерес, но и интерес практически, когда детям понятно, для чего и зачем они изучают английский язык, чего они смогут добиться с его помощью, каким образом жизнь станет лучше, если они овладеют английским языком. И, как я уже говорил, когда они понимают, что язык открывает дверь в огромный, огромный и интересный, красивый мир. Давайте посмотрим на несколько примеров. Каким образом мы можем детей учить? Вот пример из учебника Enjoy English для четвертого класса. Поскольку не у всех разрешение экрана достаточно высокое, и, может быть, не все могут четко прочитать текст, я текст для вас прочитаю. Упражнение вверху страницы. У нас дается образец диалога, и посмотрите, как получается. С одной стороны, мы работаем с лексикой по нашей теме, а с другой стороны, мы как раз помогаем ребенку развиваться когнитивно, представить ситуацию, спроецировать свою ситуацию на соседа, подумать о том, что ему может потребоваться, и попытаться догадаться. И упражнение превращается в довольно интересную игру. Пойдемте дальше. Еще один прием, который позволяет развивать, способствует когнитивному развитию. Сейчас это пример из учебника Милле для четвертого класса. Перед нами карта территории, на которой скрыто сокровище. И для того, чтобы нам это сокровище можно было найти по карте, а это уже интересно, потому что мы уже информацию визуальную с графической, визуальную и текстовую сопоставляем. Так вот, для того, чтобы нам нужно было найти дорогу к этому сокровищу, нам сначала текст надо расшифровать, а это уже работа с письменной речью и орфографией. Нам надо текст расшифровать, понять эти инструкции и проследить по карте. А на самом деле, довольно часто нам с вами и в жизни приходится уметь ходить по плану. Приезжаем в крупный город, который мы не очень знаем, смотрим на карту и вполне находим дорогу. Либо нам кто-то объясняет дорогу на родном правде языке, и мы по этим объяснениям дорогу находим. Вот так постепенно в учебнике Милле мы как раз готовим детей к тому, чтобы они могли находить дорогу, как я уже говорил. Далее. Мы рассказываем детям, формируем гражданскую идентичность. Одной из частых проблем, с которой и я в своей практике сталкивался, причем, знаете, эта проблема характерна не только для российских учащихся, но она характерна для учащихся других стран. Я в свое время провел несколько уроков в американской школе, и я говорил о России, о российской культуре и так далее. И вы знаете, когда я у детей спросил, дети, а вы хотели бы переписываться с российскими школьниками? Маленькие американцы, 8-9-летние, сначала закричали, да, хотим, нам очень интересно, а потом вдруг как-то погасли, утихли и говорят, ой, а русским школьникам с нами будет неинтересно, и мне пришлось потратить время на то, чтобы убедить, что и у американцев жизнь может быть интересной для российских школьников. Ну, в общем-то, конечно, приятно, что после моих уроков в России стала страной мечты для американских школьников, но, тем не менее, за счет чего происходит такая ситуация? За счет того, что мы не воспринимаем привычное и знакомое нам как что-то достойное удивления или восхищения. И посмотрите, какая интересная информация дается для детей в учебнике мили для 4-го класса. Мы рассказываем им о том, что каждую зиму в Лондоне проводится праздник русской зимы. Причем, посмотрите, как интересно, он проводится на Трофальгарской площади, называется Russian Winter Festival. Вот здесь у нас пример объявления о таком празднике. А в этом году, в текущем, праздник уже назывался не просто Russian Winter Festival, а он назывался Russian Maslinice Festival. То есть, слово Maslinice так и писалось латинскими буквами. И более того, для того, чтобы привлечь как можно больше людей на этот праздник, а на него приходит по несколько тысяч человек в сутки, и несколько десятков тысяч успевает его посетить за те дни, пока этот праздник длится, мэр Лондона выступал, записал обращение на видео, причем он выступал на удостойном русском языке, прочитал текст. Если вам интересно, вы можете выйти в интернет, зайти на сайт YouTube, нажать туда объявление, ввести в поиск Russian Maslinice Festival и самим посмотреть и видеоролики, и обращение этого мэра. То есть, посмотрите, оказывается, наши традиции и наши праздники являются очень интересными и для жителей Лондона, и для гостей столицы. То есть, получается замечательная ситуация. Мы не только понимаем, что у нас есть свои особенности, но мы понимаем, что эти особенности достойны изучения, и они могут стать поводом для праздника для человека из другой культуры. Посмотрите, как развивается логика дальнейшего формирования гражданской идентичности и патриотизма в линии учебников New England English. Пример из учебника для 7 класса. Урок называется People we are proud of. И посмотрите, пожалуйста, мы говорим не только об исторических личностях, о Петре I, о Ломоносове, о других. Но мы говорим еще и о Валентине Терешковой, то есть, о наших современниках, о тех людях, которые сделали, добились чего-то очень важного в мировом плане. А затем мы составляем список тех людей, которыми гордимся мы сами. И это могут быть люди из нашего региона, из нашего поселка, из нашего села, города, откуда угодно. А на следующем уроке, урок называется Legend and History. Если вы посмотрите на иллюстрацию, то вы увидите красивое тихое озеро. В озере отражается старинный, красивый город, которого на берегу нет. Те, кто работают по ним в Ларен-Инглэш, знают, что здесь дети узнают о том, легенду о городе Китеже. И мы не только узнаем эту красивую легенду, и обратите внимание, ведь почему город Китеж ушел под воду? Потому что ему грозило завоевание, и жители предпочли исчезнуть навсегда с лица земли, скорее, чем поддаться иностранным завоевателям, которые грозили уничтожением и культуре, и духовности, и так далее. Но здесь мы говорим с детьми о том, что бывают легенды, а бывают исторические факты. Мы начинаем формировать критическое мышление. А здесь у нас с вами и когнитивное развитие, но критическое мышление – это еще и метапредметный результат, о чем мы с вами поговорим чуть позже. Давайте посмотрим еще на несколько примеров. Пример из нового учебника Enjoy English для пятого класса. Многие из вас читали про этот учебник, многие из вас о нем слышали. Вот сейчас перед вами страница. Посмотрите, пожалуйста. В этой секции мы говорим о том, какими качествами надо обладать для того, чтобы участвовать в разных школьных клубах и так далее. И посмотрите, у нас на страничке, мы говорим про отношения, и там говорится «Be creative», «Be responsible» и так далее. То есть мы формируем личностные качества и помогаем детям понять, что определенные качества нужны для того, чтобы добиться успеха в жизни. А еще один пример из того же учебника, нового Enjoy English для пятого класса. Посмотрите, пожалуйста. Мы рассказываем детям о достопримечательностях России, о том, насколько это интересно. И мы говорим не только о Москве и о Петербурге, то, что вверху увидите на иллюстрациях. Но вы наверняка узнали мечеть из Казани. Вы наверняка узнали иллюстрации из других городов. И весь этот урок посвящен тому, что мы учимся рассказывать о России, о том интересном, что есть. И вы знаете, очень много интересной информации о России включено в учебник. Но она включена не просто для того, чтобы дети ее могли прочитать, а ее воспринимают британские школьники, которые приехали в Россию. То есть мы еще смотрим глазами наших с вами сверстников, ну, сверстников наших учеников. В девятом классе секция называется Out and About in Moscow. Мы уже более сфокусированы, говорим о Москве, но после этого мы опять же переходим к рассказу о своем регионе, о своем городе и малой родине. И вот после того, как мы поговорили о значении, о важности, о символике, мы переходим в девятом классе к разговору об эмблемах, о гербах городов. И после этого у нас идет обсуждение. Детям задаются вопросы. What have you learned? Is it important? How has it changed your attitude? И так далее. То есть мы говорим как раз о том, что знание символики, знание культурных традиций важно, потому что оно формирует нас как личность. А посмотрите, какие интересные примеры можно найти в новом учебнике хоппенглэш.ру для второго класса. Я для вас зачитаю очень небольшой кусочек. В соответствии с сюжетом этого учебника, наша с вами героиня, девочка Аня, попала в Англию, и там она увидела шотландца. Она разговаривает с волшебным вороном. Она говорит, я видела мужчину в юбке, он играл на мешке с трубками. Что это было, Седрик? И волшебный ворн ей рассказывает о том, что это не юбка, а килт, это национальная шотландская одежда, а вот посмотреть, что он рассказывает о валынке. С древних времен на ней играли во многих странах, и в твоей, между прочим, тоже. Выглядели они, конечно, по-разному, и использовал их тоже каждый народ по-своему. Звук шотландской валынки устрашал врагов и поднимал силу духа шотландских горцев. Вы знаете, я, честно говоря, впервые из этого учебника сам узнал о том, что валынки оказывается использовались в России. Но если вы выйдете в интернет и посмотрите на лубочные картинки в 18-е, начало 19-го веков, то вы увидите, что валынка действительно была популярным инструментом. Она очень часто изображается на лубочных картинках, и она, оказывается, в России использовалась еще со времен скоморохов. То есть, оказывается, и здесь мы смогли найти то общее, что роднит нас с этим далеким народом шотландцами. А вот еще один пример из учебника happyenglish.ru для четвертого класса. Это учебник новый, он только-только вышел, он только-только начал попадать в магазины. Тем не менее, многие учителя уже его начали покупать. И посмотрите, какой интересный большой рассказ. Рассказ о месте, которое называется этномир. Этномир на самом деле находится совсем недалеко от издательства Титл, от города Огненск, в Калужской области. И в этом этномире представлены жилища разных народов, их традиции, обряды. Это действующий музей под открытым небом. И дети узнают об этом. И они узнают, как оказывается интересно оказываться в разных регионах России, как можно сравнить жизнь и можно посмотреть на то, чем эта жизнь похожа, а чем она отличается от жизни в странах изучаемого языка. Еще интересный подход, интересный пример такого приема работы мы видим в учебниках happyenglish.ru для восьмого класса. Здесь мы говорим о важности изучения различных языков. И у нас даются три мифа, популярных очень мифы за границей, о русском языке. Первый миф. It's very difficult to learn Russian. Myth two. Not many people in the world speak Russian. Myth three. Russia is a dangerous country. Visitors often have problems there. Мы знакомимся с этими мифами. Затем мы слушаем аудиотекст, из которого мы узнаем, почему эти мифы на самом деле неправильные, почему они не соответствуют действительности. Мы выписываем аргументы, и после этого детям задается вопрос What do you think about these myths? Do you believe them? И дети приводят свои аргументы. С чем они согласны, с чем они не согласны, и почему. То есть мы опять же выходим на аргументированное монологическое высказывание, но попутно мы расширяем свои знания не только о нашей стране, но и о тех стереотипах, которые очень часто все еще бытуют в России. В 10-м классе в учебнике happyenglish.ru герои нашего сюжета, россиянка Лиза Королева и ее брат Дима попадают в международный лагерь в Америке. И посмотрите, естественно, поскольку они попали в международный лагерь молодежный, то им интересно узнать о тех людях, с которыми они столкнулись, об их странах, но остальным людям в лагере, естественно, интересно узнать о жизни в России. И уроки так и называются What would you tell about Russia? Мы как раз узнаем такие моменты. Почему это важно? Это важно потому, что когда мы отражаем в нашей с вами программе, что таким образом мы формируем и гражданскую идентичность, и патриотизм, мы можем указывать конкретные упражнения, конкретные тексты, конкретные страницы. И затем идет продолжение в учебнике happyenglish.ru для 10-го класса. Мы узнаем информацию статистическую о России, информацию очень неожиданную, потому что детей, к сожалению, фоновые знания сейчас становятся довольно низкими. И вот когда мы эту информацию узнаем, мы попутно тренируем страдательный залог, но вместе с этим дети лучше знакомятся с нашей с вами родной страной на изучаемом языке, и они готовы о ней рассказать. Как я уже говорил, любознательность тренируется и развивается не только за счет того, что детям предоставляют какую-то интересную информацию, но и за счет того, что у информации, которую они получают в уроках, есть совершенно очевидный, полезный, практический аспект. Например, в 4-м классе в учебнике Enjoy English. Дети учатся говорить про одежду, и они учатся говорить, какая одежда им идет, какая одежда им не идет, и как эту одежду можно выбрать. То есть, они знакомятся с тем, что для них, в общем-то, интересно узнать, что четвероклассники уже большое внимание уделяют тому, как они оденутся, и поэтому для них эта информация актуальна и полезна. В 8-м классе дети подросли, и посмотрите, как у нас называется юнит из этого примера. Trying to become a successful person. Название секции Who is a successful person? И опять же, если мы посмотрим с вами даже на иллюстративный ряд, то мы увидим, что у нас есть примеры и россиян успешных, примеры людей из самых разных стран. Причем мы говорим о том, что успех вовсе не замыкается только на деньги. Например, у нас все примеры людей, которые здесь находятся, о которых мы говорим в учебнике, это люди, которые добились всего своим трудом. Посмотрите, у нас есть из России, например, и Юрий Гагарин, и Алла Пугачева, у нас есть балерина Анна Павлова. Вместе с этим мы говорим о великих людях, которые добились всего своим трудом, например, Walt Disney, Charlie Chaplin, и мы говорим о том, что деньги здесь не главное. Посмотрите, у нас есть фотографии матери Терезы, Mother Teresa, и уж для нее, конечно же, деньги были не самым важным, они не были целью, они были только средством помогать другим людям. И мы говорим о том, что успех очень многогранен, очень многолик. И здесь дети как раз пытаются понять, что для них означает успех, кем они хотели бы стать и какие качества личностные нужны для того, чтобы стать успешным человеком. Когда мы подросли еще больше, в 11 классе, мы уже говорим о профессии, о том, какую работу выбрать, но не просто какую выбрать, а еще о том, как ее выбрать, как правильно оценить свои возможности. И у нас в конце дается мини-проект Important Quotes for a Successful Career. То есть мы говорим о том, каким нужно быть человеком, что нужно развивать в себе, какие личностные качества формировать для того, чтобы быть успешным в работе, в зависимости от того, какую работу мы выбрали. Другие примеры из учебников Happy English.ru для 9 класса. Посмотрите, пожалуйста, мы тоже говорим об одежде, но мы говорим о ней очень практически. Как купить, как спросить одежду другого размера, чем размеры в Америке отличаются от размеров в Европе и России. То есть то, что нам необходимо для самой обычной повседневной жизни. Я вернусь на один слайд назад. Я думаю, что то, что мы с вами посмотрели, уже вас убедило, что в УМК достаточно закладывать средства для того, чтобы личностных результатов достигать. Наша с вами задача остается следующая. Описать эти средства в наших с вами рабочих программах и в планах урока и во всей отчетной документации. Иногда бывает так, что мы что-то делаем, потому что мы привыкли, но когда мы начинаем обращать больше внимания на такие моменты, то вдруг выясняется, что все средства УМК ведут к одному, к формированию очень важных личностных качеств. И мы можем детям объяснить, как они формируются. Я посматриваю на комментарии, которые вы пишете, и очень любопытный комментарий от одной из наших с вами слушательниц. Обидно, но когда мы проходили эту тему, дети в основном говорили, что успех это деньги. Действительно, вот то, что телевидение формирует, неважно какой ты человек, главное, чтобы ты получил деньги. И мы как раз в учебниках и закладываем моральные отношения. Мы говорим о том, что, конечно, деньги могут быть важной частью успеха, но посмотрите, сколько много вокруг уважаемых людей, посмотрите, какое огромное количество людей обожало и уважало, и до сих пор уважает мать Терезу. Посмотрите на людей, которые уважали Юрия Гагарина. Посмотрите, кем мы гордимся, и неужели эти люди были богатыми. То есть, как раз вот эта тема, она не простая, но она очень интересная. Она позволяет немножко скорректировать то, каким образом дети смотрят на окружающую среду. То, какой взгляд у них сформировался. Конечно, мы не можем противостоять тому, что дети видят в семье или в средствах массовой информации, но помочь им показать, что жизни гораздо больше, чем то, что они видят в телевизоре, что для того, чтобы быть успешным в жизни, нужно думать не только о деньгах, мы вполне можем. Вообще, вы знаете, один из принципов учебника, в школе мы говорили про учебники, на примере учебников Enjoy English, один из принципов учебника Enjoy English это как раз воспитание личности толерантной, личности доброжелательной, то есть это вечные ценности, которые нам нужны. И в самом деле, ведь очень неудобно и неприятно было бы жить в таком мире, в котором людям нужны только деньги. И вот здесь мы что-то можем с вами противопоставить на уроках. И таким образом как раз сформировать и толерантность, и доброжелательное отношение к другим людям, и навыки сотрудничества здесь нам как раз средства, заложенные в МК, помогают. Пойдемте дальше. Давайте посмотрим на метапредметные результаты. Как я уже говорил, метапредметный результат, если говорить совсем просто, это универсальные учебные действия во всех совокупностях. Существует огромное количество классификаций универсальных учебных действий. Я не думаю, что имеет смысл о них сейчас говорить подробно. Если вам будет интересно, я готов рассказать об этих классификациях на сайте englishstitches.ru. Тем не менее, это метапредметные результаты, это универсальные учебные действия, то есть те действия, которые пригодятся на занятии по любому предмету, и это межпредметные связи. Нам с вами в этом плане повезло. У нас с вами содержание языковое нашего предмета не такое уж и большое. Если мы посмотрим на примерную программу, то мы увидим, что у нас 500 словарных единиц, лексических единиц в начальной школе, плюс еще полторы тысячи добавляется за пятый-одиннадцатый классы. А вот межпредметных связей у нас очень много, потому что мы как раз свободно мы можем говорить в пределах тематики примерной программы об огромном количестве вещей на английском языке. Давайте я вам зачитаю те метапредметные результаты, примеры основных из них, которые перечислены в стандарте. Итак, это овладение способностью принимать и сохранять цели, освоение умения решения проблем творческого и поискового характера, использование знаково-символических средств предоставления информации, овладение стратегиями понимания текстов разных стилей и жанров, овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения информации, развитие информационной и компьютерной компетенции учащихся и, наконец, овладение информацией из других предметных сфер. Я вписал одну, наверняка знакомую многим из вас, аббревиатуру, CLIL. Это одно из очень важных направлений в современной международной методике Content and Language Integrated Learning, когда мы обучаем не просто языку, даже для каких-то действий, а мы позволяем детям овладеть и другими предметными сферами через наш с вами предмет с помощью изучаемого языка. Давайте мы посмотрим на конкретные примеры, каким образом мы метапредметных результатов можем достигать на уроках, какие средства заложены в УМК и что мы, опять же, можем отразить в наших с вами программах. Итак, первый метапредметный результат овладение способностью принимать и сохранять цели. Что нам здесь помогает? Здесь нам помогают такие виды деятельности, как работа с инструкциями, наличие пошаговых объяснений заданий в УМК и очевидный коммуникативный выход урока. Это не так просто и не так очевидно, как кажется на самом деле. Маленький пример, о котором я очень часто люблю говорить в своих семинарах. Если вы работали по учебникам Enjoy English или вы знакомы с ними, то вы знаете, что в начальной школе, особенно во втором-третьем классах, каждый урок имеет свой отдельный сюжет. Вот что такое принятие цели и что такое сохранение. Предположим, мы собираемся говорить с детьми о домашних животных. Мы играем с детьми в журналистов, которые готовят репортаж с фермы. Если мы придем на урок и скажем, дети, сегодня мы узнаем, как по-английски называются разные домашние животные. Не каждому ребенку это будет интересно. А если мы придем и начнем на урок и начнем вот с чего. Дети, а хотите поиграть в журналистов? Вы сами знаете, что второклассник, когда у него спрашивают, хочешь поиграть? Он всегда отвечает хочу. То есть цель уже принята и она понятна ребенку. И вот эта вот понятная цель наполняет коммуникативным смыслом абсолютно все задания. Потому что что такое сделать репортаж с фермы? Это значит, что нам надо знать, как называются животные по-английски. И про каждое животных надо уметь сказать хотя бы по одному предложению. Например, the pig is lazy, the dog is smart и так далее. Как раз на том уровне, на котором дети языком пока у нас и владеют. Следующий результат. Освоение решения проблем творческого и поискового характера. Что помогает здесь нам? Здесь нам помогает проектная деятельность, потому что абсолютное большинство проектов тоже существует огромное количество классификаций. Тем не менее, абсолютное большинство проектов делится на проекты информационные, когда нам надо найти информацию и представить ее в каком-то другом виде. И проекты творческие, которые, может быть, не столько связаны с информацией, сколько с выражением какой-то идеи своего состояния, видения мира в какой-то другой творческой форме. Если вам интересно почитать о проектах поподробнее, я очень рекомендую вам прочитать великолепные статьи Евгении Семеновне Полот. Эти статьи вы можете найти в интернете в открытом доступе на сайте лаборатории дистанционного обучения Российской Академии Образования. Если вам интересно, я могу адрес этой лаборатории дать. я готов его написать. Итак, адрес появился перед вами в чате distant.ioso.ru Вы можете найти на этот сайт прочитать статьи Евгении Семеновне Полот. Там очень подробно описаны многие современные педагогические технологии, включая метод проектов. Далее, следующий результат метод предметный. Овладение стратегиями понимания текстов разных стилей и жанров. Что нам здесь помогает? Ну, естественно, работа с самими текстами, но не просто их чтение, а анализ стратегии чтения. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза и обобщения информации. Соответственно, это работа с заданиями на сбор информации, на ее анализ и на ее синтез. Развитие информационной и компьютерной компетенции учащихся. Что такое информационная компетенция? Это не просто умение понять информацию, это умение информацию найти, отделить информацию вымышленную, то есть отделить мнение от факта, правду от вымысла, отделить информацию важную от неважной, нужную от ненужной. То есть это все, что лежит в основе критического мышления. Поэтому, соответственно, это работа с заданиями на развитие критического мышления, а также работа с обучающими компьютерными программами и интернет-ресурсами. Это уже развитие компьютерной компетенции учащихся. Дело не в том, что дети не умеют нажимать на кнопки, не знают, как выйти в интернет. Это они как раз знают. Но они не очень умеют различать между источниками из интернета, которым стоит доверять, и источниками, которыми не стоит. Они умеют играть в компьютерные игры, но они не всегда умеют учиться с помощью интернета. И далее, как я уже говорил, о владении информацией из других предметных сфер. Напомню, в левой колонке результат это все цитаты из стандарта. Что нам здесь помогает? Сама работа с информацией из других предметных сфер в рамках содержания курса. Давайте мы с вами посмотрим, какие средства ВМК заложены, что нам позволяет достигать этих результатов. Вот один из примеров из нового учебника happyglash.ru для четвертого класса. Здесь как раз и работа с инструкциями пошаговыми, и компьютерная грамотность. Посмотрите, как интересно. Одним из персонажей этого учебника является фея Моргана. Фея не очень хорошая. Но тем не менее, вот ее оживили. Выпустили из заточения, в котором она находилась несколько веков. Я не буду раскрывать всех тайн сюжета, но поверьте, очень интересная детективная история получается. Почти на грани с триллером, но с таким счастливым концом, с тем, что детям интересно. То есть сказка, которая волнует, увлекает и зовет за собой. И вот здесь Моргану учится работать с компьютером, потому что с помощью магии она всего может добиться. А с помощью компьютера она хочет научиться. И ей как раз одна из ее учениц дает советы. Например, open the window. И Моргана вместо того, чтобы открыть окно на компьютере, она открывает окно волшебной силы в комнате. Take the mouse. Моргана берет мышь и с помощью этой мыши начинает магию творить и так далее. Отправляет текст, вводит его в окно. В окно, как вы видите на картинке, настоящая. Отправляет его в почтовый ящик, но совсем не в тот почтовый ящик на компьютере, а в почтовый ящик обычный. Дети, как правило, уже понимают такие вещи в четвертом классе. И мы как раз на этом контрасте, который делает историю забавной, говорим еще раз о том, как мы работаем с компьютером. И в то же время мы изучаем, мы понимаем, откуда взялись вот эти термины компьютерные. И mouse, и mailbox, и window, и так далее. То есть, действительно, задание очень интересное, как Наталья Михайловна Игорь комментирует. Так что, вот эти интересные вещи. Пойдемте дальше. Еще один из примеров, как я уже говорил, мы учимся работать с информацией, представленной в знакосимволическом виде. Например, в учебнике hopenglish.ru в восьмом классе дети говорили об истории Великобритании. Мы говорили о династии Тюдоров, и вот сейчас перед нами генеалогическое древо, схема. И благодаря этому генеалогическому древу мы говорим о тех монархах, с которыми мы уже знакомились, которые для нас, благодаря сюжету, стали практически родными и близкими. И мы смотрим на то, в каких отношениях родственных, с кем они состояли. То есть, помогает и систематизировать это задание, наши с вами знания. И в то же время, еще раз повторить и вспомнить историю. И посмотрите, как интересно, два метапредметных результата. Это работа и со знаково-символьными средствами предоставления информации, и в то же время межпредметные связи. История всемирная. Пример из учебника Милле для четвертого класса. Пошаговые инструкции, но в то же время тексты очень необычного жанра. Трэвеллог. То есть, это журнал о путешествиях. Трэвеллог на самом деле существует очень давно. С этой точки зрения и книга Марка Пола о путешествии в Китай является трэвеллог. И книга Афанасия Никитна «Хождение за три моря» тоже трэвеллог. И очень-очень многое, большое место они занимают в литературе. Но вот дети учатся знакомиться с ними, с обследованием таких вещей, как живой журнал в интернете, фейсбук. Такие сайты, как Одноклассники ВКонтакте. Как раз жанр становится все более и более популярным. И посмотрите, мы учимся не только рассказать о том, где мы были, но мы учимся и читать об этом, и понимать инструкции. А вот пример проектной работы из учебника Enjoy English для четвертого класса. Посмотрите, пожалуйста, задание сформулировано на русском языке, для того, чтобы видеть, что дети все поняли. Но как только дети получили установку, они начинают над этим проектом работать. Давайте я зачитаю вам задание из проекта, и мы с вами вместе попробуем решить, какой это проект. Проект информационный, когда нам информацию надо собрать, или это проект творческий, когда результатом является творчество в какой-то форме. Зачитываю задание. Наши друзья-артисты стали популярными телеведущими. Для того, чтобы они хорошо выглядели, им нужны талантливые модельеры. Создайте с одноклассниками журнал МОД для наших ведущих. Modern Fashion Magazine for Stars. Выберите одного из артистов. Придумайте и нарисуйте различную одежду для того, чтобы он мог вести. Утреннюю передачу для детей. Спортивную передачу и так далее. Разный тип передач. То есть, как вы понимаете, проект, я думаю, вы согласитесь, творческий. Конечно, Наталья Михайловна опять подсказывает, причем самый любимый проект у учащих четвертых классов. Действительно, это интересно, это то, что детям близко. Проект творческий, но информация-то опять же нужна, правда? И как, что называется для того, чтобы этот проект представить? И какие передачи бывают? И как эти передачи надо вести? И как, соответственно, выглядеть? То есть, посмотрите, мы знакомим детей с миром взрослых. Мы им показываем, что мир взрослых отличается. Есть определенные правила. Есть определенное то, что называется JustCout. То есть, проект вроде бы творческий, но он позволяет, опять же, открывать двери в мир взрослых. И опять же, с помощью нашего с вами любимого английского языка. Идемте дальше. Пример из учебника happyenglish.ru для 11 класса. Как мы уже говорили, нам нужно развивать критическое мышление. Нам нужно работать с текстами разных жанров. Нам надо анализировать стратегии. В 11 классе у нас появляется очень важная рубрика, которая называется exam know-how. С помощью этой рубрики мы учим старшеклассников, чуть не сказал детей, но они уже не ученые дети в этом возрасте. Мы учим старшеклассников готовиться к итоговой аттестации. В свете проекта нового стандарта, где ЕГЭ по иностранным языкам является обязательным, такая рубрика становится особенно важной. И посмотрите, вот в этой рубрике идет речь о том, как писать эссе с элементами рассуждения. Сначала мы смотрим на то, чем эссе с аргументами за и против отличается по своей структуре от эссе с элементами рассуждения. Затем мы учим старшеклассников определить суть вопроса, подобрать аргументы и, наконец, писать эссе соответствующего формата. Объяснения даются на русском языке, чтобы даже самые слабые ученики могли это понять. Вы сами знаете, какой у нас процент бывает учеников, сильных учеников слабых. А вся работа, естественно, ведется на английском языке. Идемте дальше. Примеры из учебника Enjoy English Grade 7. Дается стихотворение «Зимнее утро», стихотворение Пушкина. То есть мы знакомимся с разными жанрами и дается великолепный перевод этого стихотворения на английский язык. Посмотрите, мы не только знакомимся с художественной литературой, но мы учимся анализировать и сопоставлять. А это как раз умение анализа и синтеза информации, которые лежат в основе критического мышления. А попутно мы знакомимся с разными жанрами. В тех же учебниках Enjoy English, уже начиная с пятого класса, появилось приложение с этого года, которое называется Learning Strategies. Это приложение представляет собой краткие памятки на английском языке, на общеучебные умения, как раз на те самые универсальные учебные действия. А в одиннадцатом классе они все сфокусированы в том числе и на подготовке к итоговой аттестации, на выполнении заданий разного формата. И посмотрите, пожалуйста, мы здесь как раз и говорим, это приложение иллюстрации из одиннадцатого класса, например, How to deal with fill-in-the-gap test questions. И мы говорим о том, какой алгоритм задания существует, выполнение заданий существует, как наиболее правильно и наиболее эффективно и быстро выполнять задания такого рода. Даже если вы не работаете по учебникам Enjoy English, поверьте, Learning Strategies могут вам пригодиться для того, чтобы готовить ваших учеников к итоговой аттестации и к международным экзаменам. Кто-то просто оформляет стенды или стен газеты, берет информацию из этого учебника, кто-то их дает в виде инструкций. А более того, поскольку информация и инструкция даются на английском языке, они еще позволяют и оттренировать нужную лексику, то есть становится дополнительным материалом и еще одним средством реализации личностно-ориентированного подхода. Потому что те дети, которые хорошо выполняют такие задания, им не обязательно задания эти памятки читать. Те, которые не очень хорошо выполняют, могут прочитать памятки, а вверху над каждой памяткой перечислено, в каких юнитах, в каких упражнениях подробно идет отработка этих самых умений. И, кстати, уж коли мы с вами заговорили про итоговую аттестацию, вам, я думаю, не безинтересны будут специальные рабочие тетради номер 2 контрольной работы, которые существуют к учебнику Enjoying для четвертого класса. И на основании этой контрольной работы, рабочие тетради, точнее, с несколькими контрольными работами, вы вполне сможете создать для себя те самые итоговые контрольные работы для внутришкольной аттестации. И точно так же рабочие тетради номер 2 контрольной работы существуют к учебникам 9, 10 и 11 классов. К ним есть аудиоприложение, аудиозапись, поэтому мы детей готовим к самым разным форматам. И знаете, что интересно в этих тетрадях? У каждого теста есть два формата. Первый формат, то, что в методике называется обычно Learning Mode, в рабочей тетради он называется WOM-UP, это разминка, либо обучение. Когда мы говорим детям, каким образом именно выполняются эти тестовые задания, активизируем фоновые знания, вспоминаем языковые моменты, вспоминаем лексику необходимую, грамматику и так далее. А второй тест, это собственно тест, это Testing Mode, когда мы можем проверить, насколько эти знания и умения сформированы. И Exam Taking Skills, и знания мы вспомнили. Поскольку все содержание рабочих тетрадей соответствует примерной программе, их вполне можно использовать и с другими учебниками, не только с учебниками Enjoy English. Поэтому, если вам нужны тренировочные материалы, дополнительный тренажер, посмотрите, полистайте в библиотеке, в магазине. Я думаю, что вы не пожалеете. Это удобная вещь, которая позволяет достигать в том числе и межпредметных результатов, потому что мы говорим о стратегии выполнения тестовых заданий. Пойдемте дальше. Несколько примеров из учебника HappyEnglish.ru для 11 класса. Еще один очень популярный жанр, у которого свои законы и литературные, в том числе и языковые, это жанр онлайн-дневника. Наташа, одна из героинь учебника, собирается вместе с родителями поехать на два года в Англию. Родители получили работу, естественно, дочку они берут с собой для того, чтобы она в Англии и училась. А что такое поехать в Англию? Это значит, надо узнать, какие экзамены необходимы для поступления в университет. Надо выбрать университет. И здесь мы знакомимся и с лучшими университетами России, и с выдающимися зарубежными университетами. Мы знакомимся с правилами Rules of Admission. Мы знакомимся с системой экзаменов, и в то же время надо подготовиться ко взрослой жизни. Где жить? На кампусе или снимать жилье где-то отдельно? Как поступить? Что нам нужно? Как выбрать жилье? На что обратить внимание? Как контракт заключается? Как иметь дело с соседями по квартире, если снимаешь квартиру с кем-то вместе? Как заключить договор с хозяйкой квартиры? На что обратить внимание? Посмотрите, сколько много практических умений, даже если ребенок не собирается изучать английский язык в ВУЗе, мы все равно готовим его с помощью таких текстов ко взрослой жизни. А онлайн-дневники сейчас у детей очень распространены и популярны. Давайте посмотрим теперь на предметные результаты. С предметными результатами проще всего. Если вы посмотрите на новые примерные программы для начальной школы и для основной средней, вы увидите, что они по содержанию практически не отличаются от того, что у нас уже с вами было по прежним стандартам. Но это не мудрено. Руководителем разработчиков этих примерных программ, одним из основных авторов этих примерных программ является сама Миреп Забатана Биболетова. И, естественно, как человек практикующий, учитель, как человек опытный, как ведущий методист России, она прекрасно понимает, что можно реально осилить в этом количестве часов, какие дети, какие требования жизни перед ними ставят. Поэтому предметные результаты не сильно изменились. Они по-прежнему включают в себя развитие всех видов речевой деятельности, таких как чтение, аудир, неговорение, письмо и плюс перевод появляется на повышенном уровне, на профильном уровне стандарта для старшей школы. А также освоение правил речевого и неречевого поведения, необходимых для успешного решения коммуникативных задач. Примеров можно приводить несколько. Давайте мы с вами посмотрим, например, из учебника happyenglish.ru для второго класса. Давайте представим самый первый урок. Вы еще с детьми совсем не знакомы. Дети еще не знают, не совсем понимают, что это за предмет. Что это за предмет английский язык. И посмотрите, как они изучают первый урок. Я для вас зачитаю эту информацию для того, чтобы вы могли себе представить, было бы вам интересно в каком-то конкретном классе работать таким образом с учебником. Урок начинается с рубрики путешествия в королевство. Рубрика как раз служит для того, чтобы и познакомить детей с реалиями страны изучаемого языка, и вместе с тем, чтобы дети могли, чтобы закладывать основы владения языком, вводить новые лексики, грамматика и так далее. Я для вас зачитаю текст. История. Началось все с того, что Аня вместе с папой и мамой полетела в Англию. В самолете Аня задучивали, стал учебник по английскому языку. Все-таки в Англии все говорят по-английски. Но сама не заметила, как заснула, а разбудила ее мамин голос. «Просыпайся и добро пожаловать в королевство». «Какое еще королевство?» – сонно спросила Аня. «Мы же в Англию летели». Англия – это только часть страны, которая называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В его состав входят Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Сейчас мы подлетаем к его столице – Лондону. Ему почти две тысячи лет. Внизу поблескивала река, на которой стоял невиданной красоты старинный дворец. А рядом с ним здание, похожее на огромные яйца и кубы из стекла, казалось построенное инопланетянами. В следующий просвет между облаками Аня увидела колесо обозрения такой высоты, что самолет, казалось, смог зацепить его крыльями. Аняна семья становилась в крошечной старинной гостинице на окраине города. У хозяев гостиницы, Мартина и Диана Диланов, были внуки, как раз Аняного возраста, в их югой дате. Они предложили Ане погулять с ними в парке, но, увы, Аня ни слова не знала по-английски и уходить от родителей побоялась. Посмотреть, с помощью этого текста мы уже рассказываем детям язык, какой страны они будут изучать, и уже закладывается основа мотивации. Аня могла бы погулять, поиграть со сверстниками, но языка не знает, а без языка это сделать очень сложно. Затем, посмотрите, у нас идут задания очень интересные. Формат нам с вами знаком. Выбери правильные ответы на эти вопросы. Для того, чтобы правильно ответить, найди части текста, в которых есть нужная информация. Это тот самый формат Multiple Choice, который нам попадается на тестах. Но мы не просто детей с форматом знакомым, а мы уже закладываем стратегии чтения. Не надо читать весь текст, мы говорим детям. Мы говорим, выбери те части текста, в которых есть нужная информация. То есть мы уже на доступном детям уровне объясняем им, каким образом мы можем работать с заданиями Reading for Specific Information. Затем мы смотрим на карту мира, находим на ней Великобританию. После этого у нас следующее задание. Представь себя на месте Ани. Ты в огромном международном аэропорту, а вокруг тебя люди разговаривают на разных языках. Дети слушают разговоры на разных языках, пытаются определить, какая пара говорит по-английски. Поскольку они слышат такие записи, слова, которые звучат, например, Cafe, Hamburger, Coffee и так далее, дети догадывают, что вот эта пара говорит по-английски. Более того, они догадываются, о чем идет речь. Конечно, мы пока еще детям не говорим, что существует целый пласт лексики, который называется Cognates. Слова, которые очень похожи, звучат на разных языках и имеют сходное значение. Но, тем не менее, мы уже детям закладываем ощущение того, что нам не обязательно понимать все дословно, для того, чтобы понять, о чем текст примерно идет. И вот этого умения, к сожалению, очень часто не хватает даже одиннадцатиклассникам на ЕГЭ. Вы сами знаете, как бывает, читают или слушают незнакомый текст. Попалось первое незнакомое слово, дети впадают в ступор, и пока они его не поймут, они никак двинуться дальше не могут и теряют на это время, а очень часто вообще не могут выполнить задания. Вот здесь мы как раз учим детей обращать внимание и на конкретную информацию, это упражнение номер один, и на информацию общую, и опираться на те моменты текста, которые они в состоянии понять. Вот пример из учебника Hopinglish.ru для четвертого класса. У нас идет диалог, диалог за столом. После этого дети работают в парах, играют в официантах. То есть мы здесь учимся и диалоги составлять, и отрабатываем лексику, и ролевая игра дается. А перед этим мы не только послушали, но еще и прочитали. Hopinglish.ru для пятого класса. Опять очень неожиданный прием, книга для чтения, которая входит в сам учебник. Она называется Bob the Hedgehog and his friends. Мы смотрим на жизнь обычной английской семьи, которая поселилась в пригородном доме, в коттедже, глазами мальчика из этой семьи, который ведет свой дневник, и глазами ежика-боба, который тоже ведет свой дневник. То есть дети с удовольствием читают эти истории, и благодаря этим историям с очень необычного угла знакомятся с жизнью своих сверстников за границей. А знакомство с жизнью своих сверстников – это одно из требований стандарта, кстати. Hopinglish.ru для восьмого класса. Опять интереснейшее приложение для чтения. Но если мы знакомились раньше посмотреть со сказкой, если мы смотрели дневниковые записи, то теперь дневник уже очень серьезный. Это дневник Мэрин Фитцволта, в котором рассказывается о том, как происходило завоевание Англии Норманами. То есть мы знакомимся с историей. Вот еще один пример. Это пример из нового учебника Enjoy English для пятого класса. Посмотрите, пожалуйста. Здесь мы готовимся к поездке в Англию вместе с нашими школьниками. Название секции. May I ask you a question? Мы учимся расспрашивать. Мы говорим о том, какие темы приемлемы и какие неприемлемы. О чем и как можно поговорить. Как расспросить зарубежных сверстников. Как вообще сделать первые шаги к этому знакомству. То есть тоже очень интересно. И опять же, посмотрите, уроки получаются интегрированные. Первое задание – это аудирование. Затем мы обязательно читаем текст. А у нас опора есть. Затем мы говорим с опорой на образец. И выполняем задание письменное, как правило, дома. То есть каждый урок интегрирует все виды речевой деятельности. И направлены достижения всех сразу предметных результатов. На каждом уроке свои шажки делаются для того, чтобы этого добиться. А теперь, коллеги, давайте поговорим с вами о том, каким образом планируемых результатов можно достигать во внеурочной деятельности. Почему внеурочная деятельность важна? Одна из причин, самая банальная. На нее отводится большое количество часов. В начальной школе это более 1340 часов. Правда, это не на предмет, а на каждого ученика за все годы начальной школы. И от того, каким образом мы спланируем внеурочную деятельность, будет зависеть то, достанутся эти часы нам с вами или не достанутся. Чем внеурочная деятельность отличается от урока? Во-первых, у внеурочной деятельности есть направление, которое прописано в стандарте. Там есть и духовно-нравственное, и спортивно-оздоровительное, и интеллектуальное развитие, и культурное, и так далее. Внеурочная деятельность не может проводиться в формате уроков. Ни в коем случае. То есть, любой другой формат, кроме урока, это может быть кружок, секция, заседание научного общества. И вот, казалось бы, ну какое научное общество можно сделать с учетом английского языка, да еще и со второго класса? Дети пока еще не доросли. Правда? На самом деле, это не совсем верно. У меня есть для вас несколько предложений, как, что написать в программе внеурочной деятельности, что предложить, например, если вы предлагаете ее целому классу, а не только тем детям, которые изучают английский язык. Внеурочная деятельность с помощью курса Enjoy English может отражать изучаемую на уроках темы, может позволять получить дополнительные знания на родном языке, это развить информационные компетенции, может позволять развивать умение поиска и анализа информации, опять же информационная компетенция, повышает мотивацию школьников, это личностные результаты, позволяет повышать культурный уровень и воспитывать учеников. За счет чего? За счет того, что ее можно организовать в виде научного общества или кружка, назовем его, например, Англия и Россия. В ходе работы этого общества или кружка дети получают социокультурную информацию о стране изучаемого языка, учатся находить новую информацию и выбирать нужную, знакомиться с жизнью зарубежных сверстников, разыгрывать сынки и так далее. Каким образом? Следующее. Я попытался прописать тематики исследовательских проектов школьного научного общества. Во втором классе. Проект может называться What is your name? Помните, у нас есть урок, в котором мы просто распределяем по разным колонкам имена девочек, имена мальчиков. Какие могут быть вопросы для исследования? Давайте подумаем, справятся второклассники с ними или нет. Вопрос следующий. Какие имена популярны у современных английских школьников? Какие имена используются в английских народных сказках? Популярны ли сейчас эти имена? Популярны ли имена из русских народных сказок в современной России? Конечно, дети справятся только в том случае, если мы с вами пока им дадим информацию, основу, на которой они смогут работать, выбирать эти вещи. Список популярных имен, современных, находится на сайте iglestiches.ru в рубрике «Ресурсы к учебникам». Сказки английские народные дети могут прочитать на русском языке. Сказки русские народные, тем более дети читали и еще могут почитать, им остается только проанализировать. А имена сказочные русские популярны сейчас или нет? А имена английские популярны или нет? Та часть класса, которая изучает английский язык, может работать с информацией из англоязычных источников, которые мы детям дадим в переработанном виде, конечно, не в том виде, в котором это есть на сайте, там информация для учителя. Те дети, которые работают с русским языком, изучают какой-то другой иностранный язык, могут познакомиться с русскими народными сказками и собрать информацию, а затем они сводят ее вместе. Проект получается исследовательский и уже закладывается умение исследований. Или, например, «Алкэц». «Какие домашние любимцы популярны в Англии и в России?» «Какие самые необычные домашние любимцы бывают в Англии и России?» И так далее. Подобным же образом можно организовать внеурочную деятельность в курсе Милле. Такая деятельность расширяет знания учеников в окружающем мире, повышает мотивацию, опирается на информацию и идеи учебника, развивает умение поиска и отбора информации и способствует развитию интеллектуальной сферы учащихся. Точно так же, как в курсе Enjoy English, она может быть организована в виде работы научно-исследовательского общества. Ну, давайте его назовем, например, «Окном мир». Работа общества заключается в выполнении исследовательских мини-проектов, которые отображают и расширяют содержание материала учебника и способствуют реализации заложенных во госнаправлений развития личности. Как я уже говорил, эти направления – спортивно-оздоровительные, духовно-нравственные, социальные, общеинтеллектуальные, общекультурные и, как написано в стандарте, и др, то есть на самом деле и другие направления тоже вполне возможно. Главное их в программе прописать. Практически каждому разделу учебника может соответствовать мини-проект. Например, вот такой второй юнит, второй класс – «Школа в истории». Какими были школы в России и других странах много лет назад? Какими школьными принадлежностями пользовались дети? И в программе мы пишем, что здесь мы реализуем общеинтеллектуальное и общекультурное развитие. Или, например, четвертый юнит – «Домашние любимцы». Какие животные стали домашними раньше всего? Какие домашние любимцы – самые необычные? То есть здесь мы реализуем общеинтеллектуальное, общекультурное, а также духовно-нравственное развитие, потому что забота о домашних любимцах – это духовно-нравственная вещь. Рождество в мире. Как празднуют Рождество в России и в других странах? Какие традиции – самые необычные? Опять же, здесь мы говорим об общеинтеллектуальном, общекультурном, духовно-нравственном развитии и так далее. Можно привести и другие темы проектов. Если вам интересно, вы их можете взять в моей презентации. Как я уже говорил, она уже выложена на сайте EnglishTeach.ru, но там в том варианте нет примеров из учебников English.ru для четвертого класса, для третьего и из нового учебника EnjoyEnglish для пятого класса. Если вы хотели бы получить именно эту презентацию, пожалуйста, я с удовольствием готов ее прикрепить к объявлению о вебинаре, для того, чтобы вы ее могли оттуда скачать. Что еще нам с вами может помочь? Нам с вами могут помочь дополнительные материалы. Например, новый проект – серия книг для чтения RedUp для второго-одиннадцатого класса. Это хрестоматия, которая включает текст разных жанров. В начальной школе это и сказки, и рассказы. В средних классах и старших – это детективные истории, и научно-популярные статьи, и отрывки из литературных произведений, и так далее. Мне бы хотелось подчеркнуть, что в эту хрестоматию входят тексты, специально созданные для нее, либо отобранные из современных молодежных журналов и подростковых интернет-сайтов. То есть здесь вы не найдете всем давно известных сказок, например, про Джек и Бобовый степель, не найдете еще какие-то истории про короля Артура и рыцарей круглого стола. А это книги современные, новые и яркие. Вот маленький пример из учебника Read Up для второго класса. Посмотрите. Прочитай рассказ и реши кроссворд. This is Tim. Рассказ называется Tim's Fish. This is Tim. This is a fish. A big, big fish. Swim, Tim. Swim. То есть мы видим комиксы с подписями, буква I в закрытом типе слога, выделена красным цветом, мы еще учимся ее читать. Решаем кроссворд. А затем догадайся, сколько рыб в каждом ведре, у кого больше. И мы, поскольку мы не знаем, какой породы рыбы, они вполне могут быть разные породы, мы берем множественное число fishes. И после этого прочитай текст и соотнеси их с фотографиями рыбок. Опять же говорим о разных видах рыб интересных. Текст называется Is it a fish? Мы учимся соотносить информацию на картинке, опору на картинке и текст. Это упражнение на чэнь. Очень похоже по формату на то, что у нас будет далее в итоговой аттестации. А вот пример из праздника Луау фестиваля на Гавайях, из книги для 10 класса. Посмотрите, пожалуйста, здесь уже мы вычерчиваем логические схемы, учимся писать эссе и учимся приводить аргументы. То есть мы росли вместе с детьми, росли книги и доросли до таких очень серьезных вещей. То есть здесь есть материалы на чтение, которые пригодятся и при подготовке к итоговой аттестации. Как я уже говорил, вышли книги для 2-го и 3-го классов, для 10-го и 11-го классов. Сейчас идет работа над книгами для чтения для 4-го и 5-го классов, для 9-го и 8-го, и постепенно серия будет смыкаться и закончится. Еще разок о новинках издательства. Вышли учебники для 5-го класса, учебники для 6-го класса уже тоже можно будет заказывать. Учебники абсолютно новые, совершенно переработанные. Основная идея та же самая. Готовимся к поездке в Великобританию в 5-м классе и учимся жить в мире английского языка в 6-м классе. Совершенно новые тексты, абсолютно новые аудиоприложения, абсолютно новые тексты для чтения. Новая система заданий, которая продолжается традицией учебников Enjoy English для начальной школы, для 2-го и 4-го классов, новая редакция. Новые проектные работы, новые совершенно приложения Learning Strategies, соответственно, новые аудиоприложения для 5-го класса уже вышли, для 6-го готовятся к выходу. И к этим учебникам выйдут новые обучающие компьютерные программы. То есть те самые программы, которые существуют для известного вам учебника 5-го и 6-го классов, они так и останутся к 5-му и 6-му классов. А диски отдельные для 5-го класса и отдельные для 6-го с компьютерной программой выйдут заново. Отдельной книги для чтения нет. К этим учебникам, как совершенно справедливо пишет Алена Козевичева, отдельной книги для чтения нет. Вы можете найти обильное количество материалов для чтения в самом учебнике. Вы же помните, во всех учебниках серии Enjoy English реализуется принцип избыточности материала. Там материала гораздо больше, чем можно сделать за один урок. В учебнике, во всем УМК, например, на каждый урок больше материала дается как раз для того, чтобы слабые дети сделали необходимый минимум и для сильных детей тоже материала было достаточно. Я вижу уже вопрос в чате. Сколько примерно стоимость RedUp? Стоимость RedUp, если вы покупаете напрямую в издательстве, около 100 рублей, но проблема в том, что пока дойдет до различных регионов, то, конечно, книга торговой организации добавляет стоимости 30-40%, иногда и больше. Когда я прилетаю читать лекции в какие-то регионы, вот, например, я 23 мая буду в Сахтывкаре проводить семинар в Коми-Республиканском институте развития и образования, так вот, когда я оказываюсь в каком-то регионе, я обязательно иду в книжный магазин. Вы знаете, меня просто иногда пугает то, какая цена написана на ярлыках книг, потому что я знаю, какая цена была отпускная. Коллеги, я вам всегда вот что советую. Если в магазине нет какой-то книги, либо если она оказывается слишком дорогой, вы ее можете напрямую заказать в издательстве. Если это на сумму до 1000 рублей, то вам ее наложенным платежом пришлют, и почта берет тоже от 30 до 40% за наложенный платеж. Но если это на сумму больше 1000 рублей, то вы можете поговорить с менеджерами, заказать по договору эти книги, тогда почтовые расходы будут гораздо ниже. Поэтому на обратной стороне обложки я вот сниму новый учебник для пятого класса Enjoy English с полки. Видите, передо мной, вот он новый, с ярлычком, что это Федеральный государственный общеобразовательный стандарт. Вот если вы перевернете любой учебник, то вот здесь есть информация внизу, как можно заказать книги напрямую в издательстве. Поэтому, если чего-то в магазине нет, поинтересуйся в издательстве. Может быть, вы сможете гораздо быстрее и самое главное дешевле это все получить. Начиная от одной единственной рабочей тетради, одной обучающей компьютерной программы, одного аудиодиска и кончая тем количеством, которое вам нужно. Можно и на школу. Сейчас, вы знаете, школа напрямую имеет право заказывать учебники в издательстве, и в этом случае школа получает гарантию, что они получат ровно то, что они заказали, что не будет никакой контрафактной продукции. Более того, если у школы не хватает денег, потому что, вы знаете, иногда деньги приходят по субвенциям, и учебник нужен к сентябрю, а деньги пришли только в октябре-ноябре, то в этой ситуации всегда издательство идет навстречу, готово подождать с деньгами, то есть всегда есть какие-то варианты. Поэтому, вы порекомендуйте вашему руководству, если вам нужен какой-то учебник, и вы можете за школьные деньги его заказать, порекомендуйте напрямую через издательство это делать. Так проще, так дешевле, так надежнее всегда бывает. Хотя, если у вас хорошая книга торговая организация, то и они тоже великолепно действуют. Поэтому, я бы, знаете, как сделал, спросил бы в магазине, сколько будет стоить книга, а потом узнал бы в издательстве, сколько она будет стоить с доставкой. И выбрал бы просто наиболее удобный для себя вариант. Я вот уже вижу, дают ссылки на интернет-магазине и так далее. В титуре, да, в титуре можно заказать обучающие компьютерные программы для пятого класса. Я полагаю, что вы имеете в виду программу к учебнику для пятого класса Enjoy English к новому. Диск пока еще не вышел. Диск готовится только к выходу. Как только он появится, мы обязательно об этом сообщим и на сайтах издательства Титул и на EnglishTitches.ru и как только он появится, можно будет заказывать в любой момент. Поэтому так будет удобнее. Далее, на линке вышли учебники HappyEnglish.ru для третьего класса и для четвертого. Опять же, вот они у меня за спиной. Второй класс, третий класс и четвертый класс. Их уже можно приобретать. На форуме уже кто-то писал, что с удовольствием их уже листает и готовится по ним работать. Вот та самая как раз Фея Моргана. Оригинальные подходы, интересный сюжет и очень много авторских песен в этих учебниках есть. Для тех, кто интересуется, каково по этим учебникам работать, вы можете на сайте EnglishTitches.ru прочитать онлайн-дневники тех учителей, которые в этом году работают по учебникам для второго класса, тех, кто принимает участие в конкурсе. Кстати, я очень вас прошу проголосовать за те дневники, которые вам больше всего понравятся, потому что автор лучшего дневника получит приз в 10 тысяч рублей по итогам года. Помогите наградить самых достойных. Это было бы замечательно. Еще полезные книги, которые могут вам пригодиться. Это «Практикум по английскому языку Гея-2012» автор Наталья Николаевна Трубанева и Елена Евгеньевна Бабушес. То есть здесь информация о Гея из первых рук вместе с аудиодиском, вместе с типичными ошибками, со стратегиями выполнения заданий и с самой последней информацией. И пособие по ЕГЭ, типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать. Это пособие чем хорошо? Оно тоже, естественно, с аудиодиском, но оно полезно тем, что дается не только алгоритм работы с заданием, но и анализ типичных ошибок. В чем проблема? И большое количество заданий, которые вы можете выполнять в этом пособии. Также готовится к выпуску учебные пособия Олимпиады для школьников 9-11 класса, пособия внеклассные мероприятия на английском языке и вот эти вот пособия вы можете использовать для того, чтобы планировать вашу внеурочную деятельность, а также учебные пособия Радислава Петровича Миллорода английский для взрослых. Как только они выйдут, о сроках выхода естественно дополнительно сообщим. Точно также готовится к выпуску обучающая компьютерная программа к учебникам Enjoy English для 9 класса, к New Millennium English для 7 класса, к учебнику Миллорода 4 класса, прошу прощения, уже программа вышла, это я не досмотрел, ее уже можно покупать, многие пользуются, и идет работа над обучающим компьютерной программой к учебнику happyenglish.ru для 2-9 классов. О выходе естественно сообщим дополнительно, открою маленький секрет, очень интересные, готовятся интерактивные плакаты к учебнику happyenglish.ru для 2 класса, очень интересные. Те из вас, кто пользуется интерактивными плакатами к учебникам Enjoy English для 2-4 класса или для 1-4 класса, к учебнику happyenglish.ru будет различие. В плакатах к ним добавятся еще небольшие упражнения, то есть там будет на что посмотреть, будет чем заняться. Поверьте, очень интересный диск, я видел сам только некоторые вещи, но мне показывали разработчики по большому секрету, я вам этот большой секрет раскрываю тоже по большому секрету, всем не говорите, иначе не успеете первый тираж купить, может кому-то еще достаться. И, как я уже говорил, что уже выпущено. Рабочая тетрадь номер 2, контрольная работа КУМК Enjoy English для 4-го класса, обучающая компьютерные программы Enjoy English для 5-го, 6-го, 7-го и 8-го классов, обучающая компьютерную программу к учебнику Милле для 2-го, 3-го и 4-го классов, то есть это завершенная теперь предметная линия по программам, книги для чтения для 2-го, 3-го, 10-го и 11-го классов. Надеюсь, они могут быть полезны. Где можно посмотреть диски? Давайте мы сделаем так. Мы диски, упражнения из дисков, даже тех, которые готовятся к выходу, мы выкладываем на сайте на главной странице inglesstitches.ru Вот если вы нажмете вкладочку «Демо», то вы по этой вкладке увидите, что на каждую четверть мы выкладываем по несколько упражнений из дисков, даже из тех, которые еще не вышли. Вы уже можете это абсолютно бесплатно, а поскольку это в интернете, то будет работать с любой системой и с Windows, и с Linux, и с чем угодно, поскольку работа в интернете, ведется не в компьютере. Поэтому вы можете эти упражнения попробовать, посоветовать вашим ученикам и сделать их. Кстати, а еще о тех ресурсах, которые в интернете есть. На сайте rootitchers.ru есть бесплатные онлайн-тесты. Тесты итоговые и тесты для начала года. Вот сейчас вы можете итоговые тесты ко всем учебникам сделать. Дети могут с ними справиться быстро. Я думаю, это будет неплохим дополнительным инструментом контроля и оценивания для вас. Можно их попробовать. Как я уже говорил, на сайте inglesstitchers.ru большинство из вас с ним, конечно, знакомы, но поскольку я уже вижу нескольких учителей из Республики Татарстан, если я не ошибаюсь, я вижу знакомую фамилию из Ульяновска, которые узнали о предстоящем вебинаре не только с сайта inglesstitchers.ru. Коллеги, загляните на этот сайт, там вы найдете возможность пообщаться с авторами учебников, вы сможете принять участие в конкурсах всероссийских, в том числе «Золотые уроки России английский язык». Мы скоро повесим объявление о конкуре «Золотые уроки России английский язык 2012». Все еще идет конкурс очень интересный, который называется «Самый необычный день из жизни учителя английского языка». До конца мая можно работу присылать, принять участие, там тоже, там и денежные премии, и публикация в журнале «Английский язык в школе». А также вы найдете и дополнительные материалы к учебникам, и тесты, и проектные работы, и разработки для подготовки ГЕ и ЕГЭ. И кроме того, если у вас есть собственные сайты, или вы хотели бы игры онлайн по английскому языку выложить на сайт школы, то для вас есть специальная вкладочка «Подарок». Если вы по ней пройдете, то вы сможете скачать и установить у себя целых три игры языковых для детей, и для самых маленьких, и для детей постарше. Игры, которые направлены на лексику, на обучение орфографии и на грамматику. Посмотрите, если вам понравится, устанавливайте у себя, мы будем только рады. Мы специально сделали эти игры персонализированными, то есть вы можете вписать свое имя, фамилию и отчество, и на сайте будет написано на вашем. Например, «Игрэстичес.ру» и «Наталья Михайловна Новико». Наталья Михайловна, я вас уж использую, поскольку вы у нас активный участник всех семинаров, мы вас очень любим и ценим, представляют. То есть игра будет персональная. Можно этим пользоваться. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы готовимся к завершению информации, вот этой вот, то, о чем я вам собирался рассказать, и я готов ответить на ваши вопросы. Я часть вопросов видел из того, что было написано, но вы можете написать еще раз ваши вопросы, если я о чем-то не поговорил. Вот вопрос, «Это тест онлайн?» Да, на rooteachers.ru это тесты онлайн. Более того, там случайный генератор ответов стоит, порядка ответов. То есть, если это тест multiple choice, вы делаете в компьютерном классе, то дети, которые сидят рядом на один и тот же вопрос, получат совершенно разный порядок ответов. Поэтому у них не будет такой, «Ты что там ответил?» «Эй, выбрал?» «Я тоже Эй выберу». Это не будет правильным. И если дети пойдут второй раз этот же самый тест сделать, у них будет новый порядок вопросов и новые варианты ответов будут давать. Кто-то пишет, несколько раз пытался это сделать, но каждый раз мне пишут, произошла какая-то ошибка. Что делать? Коллеги, зарегистрируйтесь, попробуйте войти под другим логином или паролем на этот сайт, или просто зарегистрируйтесь, запишитесь на какой-нибудь курс и под этим мнением зайдите в тесты. Это получится. Что еще я вам могу? Спасибо за полезную информацию. Вы удивительный оратор, спасибо вам. Коллеги, на самом деле, спасибо вам большое. Мне очень приятно, что столько человек в конце года, когда у нас ИГИА и ЕГЭ и чего только нету, и огромнейшая нагрузка на вас, тем более, что в 20-х числах ЕГЭ начинается, вы все равно пришли выслушать. Вы знаете, у меня для вас есть предложение. Скажите мне, пожалуйста, если вам будет это полезно, я готов провести еще один вебинар на следующей неделе. Ну, скажем, 25-го числа, если это еще не поздно, 25-е число, это пятница. Я готов для вас провести вебинар о том, каким образом в соответствии с новыми стандартами следует создавать и оформлять рабочую программу. Нужен ли вам будет такой вебинар? Если вы скажете, что это будет полезно, я сегодня же объявлю о проведении такого вебинара и с удовольствием его проведу. Ага, вижу, да, 25-е, только не 25-го. Коллеги, у всех 25-го последний звонок, да? Хорошо, тогда договорились. Вебинар проводим, давайте поговорим о дате. По составлению программы. Давайте мы с вами определимся. 25-е число, последний звонок, поэтому не получается. 24-го, 24-го можно, или во второй половине дня, ближе к вечеру, даже, такой вебинар провести, он будет коротким. Вот не как этот наш с вами большой, когда мы час 20 уже отработали. Я думаю, что мы минут в 45 уложимся. Я разрабатывал эту презентацию по просьбе Московского института открытого образования и проводил этот семинар, который я готов в формате вебинара провести несколько раз для методистов округов города Москвы и для сотрудников МИО. Но я, естественно, готов с вами поделиться. 24-го после обеда Наталья Михайловна предлагает 28-го ЕГЭ, и так 25-е пятница, 26-е, да, 28-е ЕГЭ. Коллеги, давайте мы тогда назначим на 20, на 24-е, а у кого 24-го последний звонок, да? Коллеги, давайте мы сделаем таким образом. Давайте мы сделаем 24-го, ближе к вечеру, я просто только 24-го в первой половине дня прилечу из Сыктывкара. То есть я из аэропорта буду прийти к вам. Естественно, мне нужно будет немножечко прийти в себя, потому что мне на самолет придется встать в 4 утра. Но я готов провести вебинар ближе к вечеру. На какое время вам было бы удобно по московскому времени 24-го? Вот Ирина Александровна Комиссарова из Саратова пишет. Спасибо за полезную информацию, была на семинаре в Саратове, очень нравится. 17-18 часов, 17-00 большинство. Коллеги, мы знаете, как можем сделать? Я могу провести вебинар 24-го в 17 часов, нормально будет? Или 18-ть вы говорите? Давайте все-таки на 17-ть. Вот Валентина Александровна Сливень из Петербурга, Валентина Александровна у нас в апробации учебников участвовала, на 17-ть советует, кто-то говорит на 16-ть. Коллеги, давайте мы сделаем так, мы его назначим на 17 часов, мы за час уложимся, хорошо? А видеозапись этого вебинара мы потом выложим в открытом доступе. То есть, если у кого-то не будет возможность посмотреть этот вебинар, принять участие, ой, а в Братске 23 уже будет часа. Коллеги, тогда давайте сделаем так, мы этот вебинар выложим потом, видеозапись в открытом доступе, то есть, те, кто смогут принять участие, вы примете участие и получите... Великобритания. Спасибо.